Привет, друзья! Я Максим Батарев и в этом блоге рассказываю невыдыманные истории своей личной практики. Я очень буду рад, если советы Комбата помогут вам в вашей непростой ситуации. Сегодня поговорим про одну из самых первых заповедей настоящих продаванов. Друзья, если усвоить, вам не будет равных в продажах точно. Дорого! Нет денег! Директор ничего не хочет покупать! Горите в аду! Как часто вы слышите от клиента такие слова? И они вполне нормальные, потому что у людей должны быть сомнения. Они не должны с распортертыми объятиями к нам бежать и отдавать нам деньги. Они должны высказывать нам сомнения в виде возражений. Когда я сам был молодым сотрудником, мне достаточно было услышать одну фразу от клиента типа «нет денег», и чтобы я надолго отстал от него. Ну а что? Если клиент так говорит, то это не я не продал, а это он не купил. Клиент не купил. По объективным причинам у него правда не денег. Однажды я даже рассказывал вам в выпуске предыдущем, как меня чуть не уволили за это мое поведение. Когда меня вызвал начальник за непрохождение испытательного срока, сказал, что осталась неделя или полторы, я с тобой расстанусь. А я побежал к Алексею. Это был лучший продавец наш, Алексей Тарасов его звали. Алексей сказал мне тогда фразу, которая вообще перевернула мой продаванский мир. Он сказал, Максим, продажа начинается после первого «нет». Я ничего не понял. Я говорю, как так? Подожди, объясни мне, пожалуйста, что это значит. Он говорит, ну смотри, прийти клиенту в офис, покупать продукт, продемонстрировать презентацию. Может абсолютно любой человек, но после первого возражения не продавцы уезжают в офис, а дальше идут только настоящие продаваны. Для меня это был шок. Я долго отходил, а когда пришел в себя, сел за разработку собственной модели поведения с непростыми клиентами. Я считаю, что каждому продавану стоит создать в своей голове специальный продаванский трансформатор, научиться с помощью него преобразовывать возражения клиента в подсказки. Когда в голове есть трансформатор, ты не хочешь прервать переговоры, забрать возражения клиента себе, чтобы потом ропу отнести, а ты продолжаешь вести диалог и бороться за клиента до конца. В первое время у меня даже такая была карточка картонная. С одной стороны были написаны самые распространенные возражения клиента, а с другой стороны перевод. Перевод, который на наш продаванский язык переводил мне волшебный трансформатор. Ну допустим, смотрите, клиент говорит, у меня уже есть неуспешный опыт размещения рекламы с вами, я больше не хочу, это не работает. А мы такие пропускаем через трансформатор, и он нам говорит, трансформатор, дорогой продавец, объясни, пожалуйста, почему я снова должен довериться, и где мои гарантии, что на этот раз я почувствую эффективность размещения рекламы на ваших ресурсах. И в таком случае у продавца возникает внутреннее желание продолжить диалог, объяснить, пробовать защитить надежность нашей услуги или продукта, выгоды нашего предложения и так далее. Ну, конечно же, легче поверить клиенту, отпустить его с его возражением, высвоясь и так далее. Но так нельзя, друзья, нельзя, это продажа, и так нельзя здесь делать. Твоя обязанность отрабатывать возражения. Возражения бывают разные, бывают забавные. Например, когда я проводил мастер-класс в Ростове-на-Дону, я обратился к аудитории, говорю, ребята, какие у вас есть возражения в ваших бизнесах? И один человек мне выкрикнул из зала, я боюсь. И все засмеялись, я тоже, я говорю, а что вы продаете, простите? Он говорит, я продаю сертификаты на прыжки с парашютом, подарочные сертификаты. Ну, если бы у меня был волшебный трансформатор, он бы мне перевел следующее. Дорогой продавец, объясни, пожалуйста, насколько безопасно мне покупать такой подарочный сертификат, и что я получу в обмен на свои риски? И на эти вопросы уже хочется дальше продолжать сделку, согласитесь, да? Продолжать диалог, по крайней мере, да? А значит, и продажа наша тоже близка, несмотря на то, что начался диалог с возражения такого достаточно сильного. И тут BITREX24 CRM, друзья, станет незаменимым помощником. Пока в голове жужжит продаванский трансформатор, система показывает сотруднику дальнейшие действия, потому что автоматически контролируются все этапы договора. Ну, например, напомню заказчику о сроках. Что следующим шагом? Поменять статус сделки, выставить счет. Только представьте себе, сколько великих дел могут оттворить эти два инструмента. Один в голове, второй в рабочем ноутбуке, компьютере и смартфоне. Благодаря работе в CRM-системе ущерб от ошибок и забывчивости персонала сводится к минимуму. А при внедрении в мозг продаванского трансформатора вы забудете, что такое несостоявшаяся сделка из-за того, что клиент просто покапризничал и нам начал возражать. У меня на сегодня все. До встречи в следующем выпуске, друзья. Вы знаете, что мне всегда есть о чем рассказать.